Пару слов по поводу видеоблогера Руслана Соколовского и его дела и комментариев. Но что для меня в этом во всем важно и что для меня главное? К каким выводам я пришел? Россия была еще недавно атеистической страной и было модно ругать верующих, издавались атеистические книги, смеялись над верой людей в сказки библейские и так далее. Я когда был, тоже там в школе учился, читал эти книжки там Зинона Коседовского, Лео Токсиля и так далее. Олеся Гомина там, история такая трагическая про попов Вольтера, конечно, Пушкина там, ну и все прочее. Вот, никому в голову не приходило считать такие мнения идиотскими, какими-то оскорбляющими чувства верующих и так далее. На мой взгляд, Руслан Соколовский, конечно, продолжатель вот этой традиции атеистической сатиры, он это делает довольно-таки весело. И многие ролики, которые я видел, ну не многие, некоторые, мне очень понравились, я от души поржал над ними. Вот. А правда у него там с матом перебор. Я как человек, который не обладает даром матершинника, но ценит искусство обсценной лексики, считаю, что мат с матом нельзя переперчивать и пересаливать. Так вот, он, в общем, довольно-таки зло и остро вышучивает, высмеивает, как вот эти вот предрассудки религиозные, верования, так и самих, в общем, людей, которые заявляют о своей, там, религиозной ориентации. Традиционной или нетрадиционной. Теперь, значит, время изменилось и атеистическая идеология ушла, канула в лету и ей на смену снова пришло вот это православие, которое вышучивалось, высмеивалось, о котором было, были написаны, ну просто, ну, ну очень много книг, там, целые, целые библиотеки атеистической литературы. И сегодня принято не любить атеистов, а навешивать ярлыки на атеистов, типа воинствующий, типа безнравственный, типа неразумный, типа, там, богохульник, клеветник, оскорбитель чувств верующих и так далее. И, как и в советские времена, когда преследовали за религиозные взгляды, так сейчас нормой является вот уголовное преследование за выражение взглядов атеистических. И что меня в этой ситуации больше всего расстраивает? Меня расстраивает, что вот, в принципе, одни и те же люди, как бы, меняют свои взгляды и так же негодуют, как они раньше негодовали по поводу религиозников, так нынче они негодуют по поводу антирелигиозников. Вот что же это такое? Вот этот феномен, это, по-моему, самое интересное во всей этой истории. Что же это такое? Мне кажется, что вот это некий людоедский инстинкт, который присущ человеку и который, ну, неизбывен. Вот он никуда не девается. Человек хочет поедать другого человека. Человек хочет мучить другого человека. Вот есть какая-то потребность, не знаю, экзистенциальная, в людоедстве. Вот. В том, чтобы искать врага и потом его побивать камнями. Вот это самое, по-моему, главное во всей этой истории. Что с этим делать? Что с этим делать? Я не знаю. Вот наша страна, она довольно-таки несчастная. Именно в силу того, что люди доведены до состояния быдла. Вот мне кажется, что вот это людоедство, оно свойственно именно быдлу. Хотя не только, не только. И интеллигенции тоже, как мы знаем. Она с удовольствием набрасывается на того, кто не такой. Да? Кто вот отличается. Это тоже не любовь к тем, кто не похож на меня. Вот Руслан Соколовский, именно такой человек. Он действительно выделяется. Такой яркий, смелый, отчаянный даже. Вот. И неуживчивый. Ему трудно с коллективами. Вот. В нем это есть апология собственного я. что очень важно иметь хорошую самооценку и для того, чтобы жить просто, чтобы не сломаться. Я надеюсь, что вот все эти там какие-то критические замечания неумные очень часто таких известных людей, они как бы, ну, он их отрикошетит. Они не не станут такими семенами, которые там вот эту почву благодатную найдут и не прорастут непродуктивными сомнениями в себе. Вот это очень важно для этого молодого человека. Вот. Верить в себя, да? И оставаться собой. Даже если там весь мир против будет. Но весь мир не против, конечно же. Есть очень много людей, которые ему сочувствуют. Я даже знаю, что готовы помочь его семье. И я думаю, что сейчас будет какая-то действительно компания крупномасштабная в его поддержку и борьбы там с вот этим вот отсталостью. С этой умственной отсталостью. Потому что только умственно неполноценные люди могут преследовать человека, который пользуется смартфоном в церкви. Да? И там играет в эти игры. Вот. об этом я хотел сказать сейчас об этом людоедском инстинкте, который присутствует у людей явно социально неудовлетворенных. явно явно вот ущербных и обозленных на жизнь. Вот. И к сожалению здесь вот всегда легко в таких случаях говорить о некой этической стороне. и легко заниматься морализаторством, что все и делают. И вот к этому и прибегают. Но в данном, чтобы оправдать свои свой людоедский инстинкт, свои свои вот такие, свой гнев, да? А на самом же деле это просто здесь нет, здесь вообще не о чем говорить, честно говоря, потому что вот сама эта реакция на Соколовского, ну она явно неадекватная просто. И явно шизофреничная и вообще очень болезненная. Вот. Мне жаль, что Россия настолько как бы неадекватна и как-то совершенно дико реагирует на социальные эксперименты. Это был социальный эксперимент, который был направлен на как бы разоблачение вот этой статьи, да? И законодательство карающего вот за ловлю покемонов и за оскорбление там чувств верующих тоже, да? Ну вот мы видим насколько несоразмерно вина наказанию, да, то есть я сейчас говорю, что вина полностью отсутствует, да, то есть как на ровном месте из человека делается преступник, как из ничего раздувается какой-то совершенно демонический образ там воинствующего атеиста. Вот, так что не выдерживает критику ни религия, ни государство, такое психопатичное наше истеричное российское государство и люди предстают ну вот как быдло, да, как те, кто в общем совершенно не не понимает где добро, где зло, где преступление, а где нет никакого преступления. И вот этот вот обвинительный уклон какой-то, да, это стремление человека, русского человека обвинять все время кого-то. Вот оно оно к несчастью очень осложняет жизнь и делает ее какой-то вот какой-то невыносимой просто, невыносимой. я думаю, что, конечно, Руслану нужно уезжать из России, он вот расцвел такой феноменальный парень на этой российской навозной куче, ну вот, но теперь надо как бы сохранить эту индивидуальность, потому что вот в столкновении с обществом, да, с государством, эта индивидуальность, она уже как бы получает свои удары, затрещины, вот, нагоняя и даже теряет свободу. Вот. Потому что, в принципе, Россия рабская страна, и вот, чтобы такое существовало, это, конечно, надо, чтобы Россия была другой страной. Вот. А другое она вряд ли будет, потому что для этого нужна очень большая внутренняя работа, самокритика и так далее, и так далее. Я желаю Руслану мужества, надеюсь, что он скоро окажется на свободе, и а вам всего, и жду комментариев, высказанных в корректной форме, надеюсь. Пока. Редактор субтитров